Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семенек, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и «Школы православной психологии». У меня сегодня большая тяжелая тема – «Как защитить своих детей от суицида». Начну с того, что я не являюсь детским психологом, но я являюсь основателем сайта «Победишь.ру». Это самый крупный в России антисуицидный проект, который за 14 лет своей работы спас порядка 37 тысяч человек. И порядка половины из них – подростки. Поэтому то, что я буду говорить, это мое частное мнение на основании моего личного опыта. Итак, с какого возраста дети могут начинать думать о суициде? По моему опыту, где-то лет с 10-11 такие идеи возникают уже нередко. В отдельных случаях они могут возникать и раньше. Если люди старшего поколения в таком возрасте, когда они были детьми, просто не знали о том, что так можно решать свои жизненные проблемы. Современные дети благодаря интернету знают все. И поэтому суицид молодеет. И, по сути дела, всегда с того момента, как ребенок может осуществить это дело физически, при том, что он проводит время в интернете, с этого момента опасность возникает и следует о ней думать. Но готовиться, конечно, следует заранее к этому, для того, чтобы предупредить вот такую вот перспективу. Об этом следует начинать думать, если ваши дети еще маленькие, если вы еще будете рожать детей в самых первых месяцах жизни. Какие два фактора я хотел бы выделить из тех факторов, которые провоцируют суицид детский? Факторов, конечно, гораздо больше, но я хочу выделить два наиболее важных, на мой взгляд. Первый фактор – это психологическая обстановка в семье. Насколько она благополучна или неблагополучна? Потому что, насколько она неблагополучна, настолько неблагополучен психологически будет ваш ребенок. Настолько он будет несчастлив. Каковы факторы неблагополучия? Прежде всего, это отсутствие одного из родителей в семье. Либо присутствие замещающей фигуры. Безусловно, наличие отчима – это лучше, чем когда вообще никого нет. Как правило, если отчим конструктивный, здоровый человек и здоровые отношения с мамой. Но, конечно, такого благополучия уже не будет, как при наличии обоих родителей. Поэтому, если в семье у ребенка хотя бы один родитель неродной, или вообще ребенок приемный, оба родителя неродные, то, конечно, это серьезный фактор неблагополучия. Следующий фактор – это отношения в паре. То есть, отношения между мамой ребенка и ее мужем. Отец это ребенка или отчим. Эти отношения тоже во многом формируют атмосферу в семье. И третье – это психологическое благополучие самих родителей. Папа и мама. То есть, насколько они благополучны. Это определяет все. Это определяет психологическую атмосферу в семье и отношения между всеми участниками этой семьи. Чем более, скажем так, благополучна вся эта картина, тем больше принимающей любви получает ребенок. Чем она менее благополучна, с учетом всех этих факторов, которые я назвал, тем ребенок получает меньше принимающей любви. Чем меньше принимающей любви он получает, тем с меньшим самопринятием он живет. Сниженное самопринятие – это источник. Это, по сути дела, внутренний конфликт. И это источник практически всех психологических проблем. Это причина того, почему уж ребенок несчастлив. Собственно, это вкратце о том, из чего складывается психологическая обстановка в семье. А второй фактор – это неготовность ребенка, отсутствие у него навыка, что-либо делать для себя, решать свои проблемы. Я за многие годы работы с самоубийцами пришел к однозначному выводу, что самоубийцы часто находятся в безвыходном положении, но единственное по-настоящему безвыходное положение – это положение, в котором ребенок, в котором человек просто не ищет выхода. Выход можно найти всегда, но проблема с этими людьми, что они просто не хотят никакого выхода искать. У меня есть также группа ВКонтакте, антисуицидная крупнейшая группа Живи. В ней 50 тысяч и 5 таких, в основном, подростков. И это просто абсурдно, до чего доходит их нежелание решать свои проблемы. То есть даже когда им предлагается бесплатная помощь квалифицированного психолога, они от нее, как правило, отказываются. Они не хотят ничего даже узнавать о своих проблемах, не то, что уж там что-то решать. Они не хотят вообще ничего, соответственно, делать и слушать для того, чтобы проблему свою решить. И это является самым безвыходным положением. Почему ребенок вырастает таким вот неспособным к решению своих проблем? Опять-таки у этого много факторов, но одну причину я хотел бы выделить. Это причина виртуализации их эмоциональной жизни. Основными стимулами что-либо делать для человека являются эмоциональные стимулы. Какая-то, получить какую-то радость, какую-то увидеть красоту, в чем-либо победить. Не стоит также забывать про эротические впечатления. Они также являются большим стимулом для подростков. Одним из самых больших стимулов. И вот при виртуализации своей жизни, эмоциональной, все эти впечатления ребенок получает в интернете. В том числе и общение у него происходит в интернете. Причем оно выражается не только в каком-то реальном общении с помощью мессенджеров, с какими-то реальными людьми. Общение часто подменяется просмотром блогов, каких-то кумиров их на ютюбе. Причем эти кумиры очень часто бывают очень сильно деструктивными. Чем это плохо? Тем, что ребенок при этом ничему не учится, он не развивается. Ведь это общение не требует никаких усилий. Когда мы общаемся с каким-то человеком, у нас возникают постоянно конфликтные ситуации. Не постоянно, а периодически возникают конфликтные ситуации. Мы познаем себя через это общение. Таким образом, мы себя преодолеваем, какие-то свои слабости, свой эгоизм. Мы растем. Мы учимся отдавать что-либо человеку и понимать другого человека. Это же виртуальное общение, которое выражается очень часто просто в просмотре. Этих блогов, как я сказал, оно не требует ничего этого. Не нужно ничего этому блогеру давать. Ты просто в нужный момент ее включил, надоело выключил. Собственно говоря, ничему ты не научился, себя ты не познал. Развитие отсутствует. Отсутствует научение навыкам добывания чего-либо. Ведь в нормальной жизни все приходится добывать. Даже для того, чтобы посмотреть на красоту леса, до этого леса нужно дойти. А в интернете нажал кнопочку, и ты любую красоту смотришь. Любой человек тебе распинается перед тобой, вещает в ютюбе, как сейчас я перед вами. И поэтому все это очень легко. И навык решения каких-либо трудностей такого ребенка отсутствует. Такого ребенка, который проводит в этом интернете или в игрушках, слишком много времени. Теперь я перейду к некоторым частностям. Порой спрашивают, насколько опасны вот эти вот игры типа «Синего кита» и другие игры в социальных сетях, которые ориентированы на то, чтобы последовательностью шагов довести ребенка до самоубийства. Безусловно, они опасны, но они тем более опасны, чем менее психологически благополучен ваш ребенок. Многие эксперты по интернету говорят, что это настолько гениальная, могучая технология, что она практически любого совершенно благополучного ребенка способна довести до самоубийства. На мой взгляд, это не так. Психологически благополучного ребенка довести до самоубийства посредством таких игр почти невозможно. Малая вероятность, что он вступит в такую игру, еще менее вероятно, что он совершит этот самый последний шаг. Я общался с одной девочкой, которая участвовала в такой игре, и она участвовала в собраниях участников этой игры своего города. Она неоднократно участвовала в этих собраниях и составила свое представление о том, кто есть кто. Она сделала вывод, что, допустим, вот этот мальчик более адекватный, а эта девочка менее адекватная. И со временем оказалось так, что именно те, кто показались ей менее адекватными, перешли эту самую черту. А те, кто были более адекватны, в том числе она сама, все-таки ближе к этой черте, остановились. В психологически благополучном ребенке есть какая-то защита. И можно сказать вам, как людям православным, что чем человек менее психологически благополучен, тем более он подвержен воздействию сатаны. А ведь совершить такой шаг возможно только под воздействием этой силы. И чем человек более благополучен психологически, тем менее он подвержен бесовскому воздействию. Поэтому не следует слишком много уделять внимания и думать, что если внимание слишком за ребенком в интернете, за его поведением в интернете, состоит ли он там в каких-то играх, есть ли там какие-то признаки его участия в них. Безусловно, если вам что-то попалось на глаза само, вы, конечно, можете обратить внимание, и если какие-то признаки того, что ребенок думает о суициде, есть в его аккаунте ВКонтакте или другой социальной сети, это, конечно, следует принять во внимание. Но опять-таки, приняв во внимание, что вы с этим сможете сделать? Ведь это не первая причина, всего лишь следствие всего остального, о чем я сказал выше. И если вы уделите внимание именно благополучию душевному ребенку, то это будет более важное, более ценное действие, чем вот эта вот вся борьба с этими синими китами. Поможет ли вам детский психолог? У многих родителей присутствует заблуждение, что как взрослому человеку помогает взрослый психолог, так и ребенку помогает детский психолог. И, соответственно, можно привести ребенка к психологу, отдать ему и сказать, вы решаете проблемы, я здесь ни при чем. На самом деле это не так. Причина проблем ребенка всегда в родителях. Как я уже сказал, психологическая обстановка в семье, она определяет именно психологическое состояние ребенка. И поэтому без родителей почти никакие психологические проблемы решить нельзя. Вы можете сделать гораздо больше, чем любой психолог. А если уж идти к психологу, то скорее идти к семейному психологу, который поможет вам наладить ваши отношения в семье. Или же просто к психологу, который поможет вам лично. В каких случаях детский психолог действительно может помочь без вас? Например, в ситуации уличного насилия. Если ребенок подвергся уличному насилию, эта ситуация не связана прямо с вашей семьей. И в этом случае психолог сможет помочь без вас. А эта травма порой оказывается достаточно сильной душевной травмой. Далее, если ситуация уже совсем неблагополучная, если у ребенка уже были попытки, то возникает опрос о детском психиатре. Что может, а что не может детский психиатр? Психиатр, если кто не понимает, это такой специалист, это врач, который лечит прежде всего таблетками, а не словом. Понятно, что таблетками психическую болезнь вылечить невозможно. Можно лишь подлечивать. Таблетки действуют, пока вы их принимаете. И вряд ли какой-то родитель ориентирован на то, чтобы подсадить своего ребенка на таблетки на всю свою жизнь. Вернее, на всю жизнь ребенка. Психиатр полезен прежде всего тем, чтобы поставить диагноз. Хотя, опять-таки, не все диагнозы в психиатрии такие уж точные, стопроцентные, как в обычной физической медицине, в телесной медицине. Но есть многие диагнозы, многие заболевания, которые диагнозируются достаточно точно и достаточно ясно их течение. Понятно, как подлечивать, в каком режиме, какие лекарства принимать. И это, безусловно, необходимо сделать, если имеются признаки психического заболевания. Если же такого заболевания признаков нет, то все, чем может вам помочь психиатрия, это психиатрический стационар. В тот момент, когда ребенок очень сильно ориентирован на попытку суицида. То есть, когда он предпринимает одну попытку за другой. В этом случае вам ничего не остается, как поместить его туда, в безопасную обстановку, где ребенку просто не позволят это сделать. Но это, опять-таки, ненадолго. И за это время необходимо предпринимать какие-то иные действия, уже ваши семейные, с психологом и так далее. Для того, чтобы ребенка от этой мысли отвести. Итак, наконец, самое главное, к чему я все это время шел, что можно сделать для того, чтобы уменьшить вероятность суицида своего ребенка. Я буду говорить по мере убывания важности этих пунктов, этих мероприятий. Первое – это забота о своем психологическом благополучии. Как я уже сказал, ваше психологическое благополучие определяет атмосферу в семье и психологическое благополучие ребенка. То есть, вам необходимо стремиться к тому, чтобы быть как можно более человеком мирным и счастливым. Для этого необходимо не бояться познать свои проблемы. Если вы знаете, чувствуете, что у вас не все хорошо, что вы не всегда мирные и счастливы, обращайтесь за помощью. Сейчас есть масса вариантов и очных, и дистанционных. Любую проблему можно решить, пусть не на 100%, но насколько вы решите, а настолько и поможете своему ребенку. Далее, второй пункт – это забота об отношениях в паре, то есть, об отношениях между мамой и папой. И здесь, безусловно, все в ваших руках. И во многих случаях, во многих, скажем так, случаях, когда имеются деструктивные ситуации, то есть, когда отец или отчим ребенка являются алкоголиком, или когда у вас не брак, а сожительство. Когда отец или отчим являются насильником, развод, расставание являются оптимальным решением, полезным для вашего ребенка. Третий пункт. Только третий пункт – это доверительное общение с ребенком. То есть, многие думают, что общение с ребенком – это первый пункт. Нет, это всего лишь третий пункт, на мой взгляд. Доверительное общение заключается в чем? Вам следует переориентироваться с говорения на слушание. Проблема большинства родителей в том, что они думают, что их цель – это заставить ребенка что-либо сделать, что-либо ему объяснить, в чем-либо его убедить. И превращается в это такое радио, которое говорит, но ничего не слышит. Если вы являетесь таким радио, то вы никогда не услышите от ребенка о его проблемах. И он никогда не обратится к вам за советом. И вы никогда не будете знать, что он думает о суициде, если он о нем думает. Прошу прощения. Поэтому, если даже вы уже превратились в такое радио, вам будет, конечно, очень трудно стать слушающим ребенком, а слушающим родителем, таким родителем, которому ребенок станет говорить. Но вы можете постепенно начать двигаться в этом направлении. Четвертый пункт. Ограничение ребенка в виртуальном, в пребывании в виртуальном мире. То, о чем я сказал ранее, когда ребенок получает все свои впечатления в интернете и в игрушках, поэтому он не растет, не развивается и не решает свои проблемы. Если ему уже 15 лет, если у него уже есть все гаджеты, и он уже проводит в интернете по 6 часов в день, скорее всего, у вас не получится уже ничего сделать. Но если ваш ребенок еще маленький, если вы ему еще не купили смартфонный планшет, то вы еще можете направить его по другому пути. По пути чтения книг, по пути жизни в реальном мире. И в этом случае у него будут совершенно другие возможности в жизни. И в том числе не будет и той проблемы, о которой я говорю. Пятый пункт. Найти золотую середину между ограничениями и свободой с тем, чтобы ребенок приучался решать различные задачи жизни. Этим следует заниматься с буквально первых месяцев жизни ребенка. Ну, может быть, с года, двух, когда ребенок уже может какие-то свои очень маленькие задачки решать. И по мере возрастания ребенка вы позволяете ему решать все более и более масштабные и трудные задачи. Разумеется, когда задачи не решаемые для него, вы должны обязательно подключаться и давать ребенку ту защиту, в которой он нуждается. Но там, где может ребенок сам решать, давать ему возможность это делать, это один из самых ценных навыков. Гораздо более ценный, чем любые кружки, любая учеба. Это гораздо важнее, потому что в этом случае он никогда не окажется в безвыходном положении. И, наконец, пункт отдельный. Это не последний пункт, это просто пункт отдельный. Это церковная жизнь. Так как вы люди православные, церковная жизнь, безусловно, имеет огромное значение. Но не следует думать, что если вы вводите ребенка в храм, не спрашивая его разрешения, то эта проблема никогда не возникнет. Да, люди церковные гораздо реже прибегают к суициду. Гораздо реже, может в десятки, может в сотни раз. Но все-таки это случается. У меня был случай, что ко мне обращалась с этим желанием даже дочка одного священника. Подросток 15 лет. Какие ошибки церковной жизни могут повлиять на то, что ваша церковная жизнь не сработает в данном смысле? Прежде всего, нецельность, неискренность. То есть, когда вы говорите одно, когда вы в церкви говорят одно, а вы делаете другое. То есть, ваша церковная жизнь, все ваши слова, все ваши поучения должны полностью соответствовать вашей жизни. И, разумеется, необходимо быть настоящим церковным человеком. То есть, не просто человеком, не просто быть христианином по воскресеньям в течение двух часов утром. Необходимо быть христианином каждый день 24 часа в сутки. То есть, жить верой, жить целью определенной, вести духовную борьбу. Только в этом случае ваш ребенок сможет воспринять самую суть христианства. А не просто для него это будет неким благочестивым обычаем. Да, таинства работают, но не всегда их окажется достаточным в случае довольно-таки серьезных психологических проблем ребенка. Если вы еще человек такой далекий от церкви, православно лишь номинально по названию, задумайтесь, может быть, вам стоит все-таки воцерковиться по-настоящему. То есть, не только начать посещать каждое субботнее богослужение, каждое воскресное утреннее, но и читать святых отцов и начинать действительно жить верой, жить Христом. Ведь идет война не за какую-то мелочь. Идет война за душу вашего ребенка не с кем-нибудь, а с самим сатаной. Подумайте об этом, и если вы считаете эту тему важной и в моем виде полезным, распространите его.